Чемоданное настроение 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 Немного есть, конечно, минус ко всей моей земле, вся моя любовь к России, конечно, но там очень много русских. Кстати, мне кажется, только наши туристы интересуются, а там будут русские. Да. Тогда мы не едем. Тогда мы не едем, но тогда неинтересно. Ну, как, в подчинстве хочется отдохнуть от всего, в том числе от всех своих друзей. Не знаю, а вот всякие немцы, итальянцы, наоборот, они где встречают своих земляков, объединяются в компании, сразу там вместе тусуются. Да, но наши русские также объединяются. Нас слишком много просто. Да, возможно. Мы все друг друга достаем. В Анталии интересно, но это не особо туристическая локация, это очень огромный город. А что там интересно? Он большой, там есть все. Там есть и пляжи, там есть и торговые центры, инфраструктура. Цивилизация. Да, там цивилизация. В Кемере ее нет, например, в Кемере, как нам говорили продавцы различных магазинов, о том, что зимой вымирает город абсолютно. То есть, работает на весь Кемер один магазин. Турецкая зима, это какие месяцы? Турецкая зима начинается, ну как зима? Плюс. Ну, когда там вымирает город? Город вымирает примерно к концу октября и сезон начинается в конце апреля. Вот, и вот до апреля там никого нет, один магазин. Ну что, практически как у нас зима. Да, возможно. Например, но это временно. Только мы все учимся дома, а они уезжают куда-нибудь в Стамбул или в Анталию. А, то есть, они тоже покидают свои курортные зоны, цивилизованные более местные. Ну что, давайте тогда к Стамбулу, как мы и обещали. Что вы там делали? Что больше всего вам понравилось? Удалось ли посмотреть весь город? Потому что говорят, он огромный. Он огромный. Если вы не знали, то там 20 миллионов человек проживает. По официальным данным, по-моему, на 2012 год официально были зарегистрированы около 16 миллионов человек. Ну, там очень много мигрантов. И он огромный город. Но, вся достопримечательность, на самом деле, скооперирована на европейской части города. Потому что город разделен на две части. Это европейская и восточная части. Разделены они проливом Босфор. Босфор посмотреть все, естественно, нам не удалось. Мы были там две недели. Мы были там на Новый год. Мы приехали 31 декабря из минус 30 новосибирских. Приехали туда, там было плюс 15. Мы отмечали там Новый год. Как это там отмечают коренные жители? Мы думали. Мы почитали, естественно, в интернете заранее. Отмечают или нет. Да, конечно, отмечают. Несмотря на то, что это не туристический город, там, естественно, много туристов. Отмечают там Новый год. И мы, как русские, заранее, за два месяца начали звонить во все рестораны. Якобы мы хотим зарезервировать столик. Где есть лёгка? Как у нас это принято? Мы ещё в октябре думаем, где же мы будем отмечать Новый год? Мы звонили им, и они были в недоумении. Что? Что вы так рано звоните? Позвоните нам 30 декабря. Мы вам скажем, будут свободные столики или нет. 31 декабря мы приехали. У нас ничего не зарезервированного. Думаю, ну, возьмём себе по два кофе, посмотрим на Босфор и домой пойдём. Но получилось так, что мы там встретились со знакомыми нашими. Познакомьтесь там с турками, они вам расскажут, куда пойти. И мы отмечали в турецком ресторане. А, у вас к тому времени уже были турецкие знакомые? Да. Я думала, вы своих земляков вам встретили. Нет, мы там не встречали земляков, мы встретили турецких наших знакомых, которые познакомились с ними в Кемере. И они нас отвели в ресторан в Турецкий, где был прям турецкий Новый год. Это было немного необычно. Для меня это было что-то с чем-то, потому что я в первый раз отмечала Новый год за границей и в Стамбуле. Это было... Что они делают? Естественно, они пьют. Все думают, что турки, а не мусульмане. Они не пьют, нет, они пьют еще как, они пьют рака. Это турецкая водка, такая мутная жидкость. Они сухая, да? Да, они сухая водка. Они очень много танцуют. Свои традиционные танцы или под современную музыку? Мы думали, что... Это зависит от количества, собственно... Выпитого, да. На самом деле, через час после того, как началось все представление, там была живая музыка. Все как обычно, только турецкие песни и все. Когда они немного выпили и начали играть их турецкие песни, такие, можно сказать, народные, я не знаю, что это были за песни, они все быстро вставали и начинали танцевать один и тот же танец. То есть они все до одного знали, какие движения нужно делать. Мы с подругой сидели, смотрели на это все, это было просто, это прям классно. Потому что мне кажется, в России у нас не хватает этого, когда... Да, прям, представляете, какая-то тусовка новогодняя. Сначала все просто так чуть-чуть приличненько там двигаются, а потом под занавес включают яблочко. И все, я прям вижу, это подпрыгивает и начинает танцевать. Что думаете, нет? Я уверена, у нас было бы так. У нас движения разные просто будут. Да, возможно. Но они... Синхронно прям, да? Отрепетировано. Они как будто они репетировали, да? Может быть, турецкий балет там отдыхал просто? Не-не-не, я правда, я тоже наблюдал такую картину в отеле. Они очень любят... Хорошо, давайте продолжим после рекламы. У нас в гостях Александра Коколина, наша слушательница. Мы с ней уже прилетели в Стамбул и отмечаем там Новый год. Кроме синхронных танцев, что-то было наверняка еще такое впечатляющее. Еда. Еда. Безумно вкусная еда вся. Это просто в честь Нового года или вообще у них вкусно? Вообще, в принципе, только из-за этого можно ехать в Турцию только, чтобы поесть, потому что там невероятно вкусная еда. Можно попробовать все на свете. Ну и, в принципе... Например, вот что больше всего понравилось? Больше всего... Я не очень люблю мясо, но мясо там безумно вкусное. Так его приготовили. Да, его так вкусно приготовили. Да, мясо. И я выделяю, естественно, это сладости. Там просто невероятно вкусные сладости. Это не только лукума, это и баклава, и различные... Из козьего молока различные... Всякие разные... На самом деле, даже не запоминаешь, как они называются. Да, просто вкусно, ты сидишь и ешь. И все это пьешь еще и с кофе турецким, и с чаем. Это просто невероятно. Кофе турецкий заоблачно другой у нас такого не найти наверняка, да? Я теперь закупаюсь там всегда. Несколько банок себе. Да, он такой с ореховым немного привкусом. И его лучше варить только в турке. Он очень вкусный. Мы вам верим. Давайте отречемся от Нового года и пойдем все-таки прогуляемся. Да, я, естественно, как и все гиды, наверное, порекомендовала бы, естественно, конечно, обратиться сначала в Султан Ахмед. Султан Ахмед это древнейший район Стамбула, где расположены самые большие мечети. Это Голубая мечеть, естественно, это Айя София, которая на самом деле сейчас является музеем. Раньше это был православный собор. Но они древние. Они еще со времен Константинополя, да? Да, они еще со времен Константинополя, да. И, естественно, Султан Ахмед. Но я бы порекомендовала вам не обращаться никаким гидам. Купить себе из Стамбул карт. Это вот один из лайфхаков. Как только вы прилетаете в Стамбул, покупаете сразу себе эту карту. Она стоит недорого. Когда вы покупаете себе эту карту, она вам дает возможность ездить на всех транспортах Стамбула гораздо дешевле, чем ездят на самом деле. Это не только метро и трамвай, это еще и пароходы. И вы можете классно взять эту карту и кататься... Сэкономить. Сэкономить, во-первых, и кататься по всему Стамбулу. Так вот, те места, которые я бы действительно порекомендовала и вряд ли вы найдете в каких-то топ-листах, это музей современного искусства «Истамбул модерн». Мы туда забрели совсем случайно, нечаянно. Мы катались... Точнее, ходили мы по европейской части, зашли с подругой в этот огромный музей, и мы были ошарашены, если честно. Потому что это совсем другая Турция, это совсем другой Стамбул. Там были различные экспозиции различных турецких художников. Если честно, у меня даже прямо сейчас дыхание перехватывает, потому что это было очень необычно. И там были и картины различные, и различные экспозиции такого современного искусства. Знаете, когда там большая вишня стоит посреди зала, не понимаешь, к чему это, или какие-то вот такие... То ли это вишня, правда, растет, то ли это экспонат, да? Да, что-то вот непонятная была. Да, еще. Возле главной башни Стамбула есть замечательный тоже музей современного искусства «Стальт Галата». Туда вы можете зайти бесплатно. Мы сначала вообще подумали, какая-то турецкая библиотека, потому что там было много турков, и все они сидели и читали что-то. Это бесплатная библиотека, и в том числе еще музей современного искусства. Туда обязательно зайдите. И ночной клуб. Нет, нет. Я не очень люблю ночные клубы, поэтому в ночных клубах мы там не были. И... Что я говорила? Я уже забыла. Было два музея. Да, два музея, да. И насчет ресторанов хотела бы рассказать. В рестораны ходите только в те, где сидят турки. Потому что в районах туристических, типа как Султан Ахмед или Фатих, в основном там, во-первых, накручивают цены, да, это естественно. Причем накручивают раза в три, в четыре, чем есть это на самом деле. И там будут готовить вам не турки. Там в основном готовят из стран Азербайджана. Это, скорее всего, будет не турецкая еда. А кушать надо где-нибудь в европейской или в азиатской части. Я была про азиатскую часть обязательно к посещению. Ее не рекомендуют гиды, потому что там нет ничего интересного. На самом деле, вот там Стамбул. Там Стамбул, там жители Стамбула. Вы можете просто походить там по улочкам, посмотреть, как они живут. Если хотите окунуться в быт, то это в азиатскую часть, да. Мы там были в ресторане под мостом, самым главным мостом, мост Босфорский, по-моему, называется. Вот там было очень круто. Там я не увидела ни одного русского, ни одного немца, там были только турки. Там была невероятно вкусная еда и прям турецкое обслуживание. Когда официант обязательно с вами поговорит много о чем, еще кроме еды. Это такой турецкий сервис, такая фишка, да? Да, да, у них в принципе и таксисты, и таксисты с вами поговорят о чем только угодно. Вот откуда это пошло. Да, это все. Тоже из турции. Все в all-inclusion оттуда, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо большое, Саша, но мы вас еще не отпускаем. Пожалуйста, нам забавную историю напоследок. Обещали, да. Забавная история с нами случилась с подругой в аэропорте Стамбула, где мы потерялись. Мы потерялись, когда поехали в Москву, и мы не нашли стойку регистрации. У нас были огромные чемоданы, напиханные, естественно, полностью забитые сладости. Мукумом, конечно. Сладости. Мукумом, моя подруга еще купила там люстру. Да, я хотела купить ковер. Представляю, это редкая люстра, насколько я много. Это потом уже, когда прилетаешь, думаешь, зачем я это взял. Ну, тогда надо было, да. Две блондинки с огромными чемоданами. Мало того, у нас еще много пакетов. Мы не нашли стойку регистрации. Спросили у множества работников аэропорта, куда нам идти. Они нас отправляли к выходу. В итоге мы пришли к выходу с огромными чемоданами. Наши сочестники, прошу прощения. Те, которые летели с нами в Москву, они смотрели на нас и думали, вы зачем, почему вы к выходу идете с огромными чемоданами. В итоге турчанка одна сказала, мы вас не пропустим, вы не полетите, вы останетесь здесь, в Стамбуле. Почему вы не сдали чемодан? То есть, ну, начинают нас отчитывать. В итоге 30 минут мы ждали. Мы самые последние зашли в самолет. Вышел пилот, посмотрел на нас и сказал, девочки, больше так не делайте. Забрал наши чемоданы, они летели с ним. А что произошло? А почему? Я не поняла. Мы не сдали. Мы прошли онлайн-регистрацию. И настолько были ошаражены Стамбулом, что мы забыли сдать чемодан. А вот чудо. И вы действительно могли там остаться. Вот это чудо. Здорово, что все хорошо закончилось. И спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. Александра Каковина. Про Стамбул. Спасибо. 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 Продолжение следует...